Я Патрушев Денис Александрович, 1707-83 году, год рождения. Сам я из Тюменской области, Хантамасийский округ, поселок Игрим Беревского района. Был осужден на 9,5 лет. Приехал к нам Рогожин, сказал нам, что вы будете там, воевали будут там другие, вы будете стоять на блокпостах и ничего делать не будете. Ну, мы все поверили, что полгода, он пообещал, через полгода будет вам амнистия, ну, что чистый лист, у вас несудимости, ничего не будет, все, вы с чистого листа начнете. Тихо, мирно мы кушать варили себе, чай пили, ну, ходили друг к другу в гости. Все тихо, мирно, все спокойно. Прилетела откуда-то, я не знаю откуда, прилетела Минка. Меня затруксотило, попал в плечо. Потом меня увезли в госпиталь, почти два месяца я пробыл в госпитале. Я думал, что, ну, признают, что я не военноспособен, ну, рука не поднимается она. Ну, нифига, меня опять закидывают на такая деревня, там, Николаевка. Стою на эвакуацию по провизии, ношу пайки. Пайки, воду, и там возле дороги, через поле надо проходить. Я по этому полю иду с коробкой, с пайками, и меня подстреливают ногу. Я опять уезжаю в госпиталь. В госпитале я опять месяца полтора там. Приезжаю после госпиталя, приезжаю, меня опять привозят на эту Николаевку. Я там день или два, а потом меня привозят сюда. И тут я вот сюда на Бахмут. Нас выкидывают четверых человек возле эвакуации. И дают одного проводника. Говорят, вон там пойдете по лесополке, заберете трехсотого, принесете на ноль. Ну, ноль это был переезд железной дороги. Но мы до туда не дошли. Я начал минометный удар, я в блиндаж распрыгнул, и прямо в блиндаж мне прилетела мина. И мне опять сломало ногу. Я четыре дня пробыл в блиндаже. Мне сказали же, сиди, жди и ничего не делай. А когда вот эти вот вадные рамы выходили, им был приказ меня забрать. Но они меня не забрали, они меня бросили. Прямо в этом окопе меня бросили. Как ты думаешь, почему они тебя бросили? А потому что им пофигу было на всех. Ну, просто про меня все забыли. Это командование такое. Какое? Скажу, командование вообще ни о чем. Паршивое. Ну, к нам относятся она грубо. Очень грубо. Ну, примерно, вот какая ситуация вот была, вот я слышал. Например, там идет какая-то группа идет, например, эвакуация, например, продукты, не продукты идут. Не могут они выйти из-за минного удара. А им кричат, вам, говорит, на все, говорит, минут 15, чтобы дойти. Если сейчас не дойдете, получите, как говорится, ну, материться можно будет. Получите, пи***. Все, пи*** получите, еще добавят вам и пойдете вообще там на самый этот, нахуй. Вот так вот они говорят. Я думаю, это вообще, это несправедливо-то, блин. Сюда вообще никому, блин. Я даже, если кто-то меня даже увидит, я могу всем сказать, здесь это ад. Не надо сюда идти, вообще никому не надо. Здесь просто у вас дорога будет в один конец. Просто нельзя сюда идти, нельзя. Тут люди воюют за свою землю. А мы тут лишними вообще, вообще, у меня слов нет. Дай бог мне, если я вернусь домой, дай бог. Я больше вообще, даже кого увижу, если кто-то будет собираться сюда, я буду просто им кричать, что ты дурак, ты не надо сюда идти, вообще не надо. Сколько... Сидеть дома, деньги лучше, дома зарабатывать денег. Если ему не будет хватать денег, я ему помогу, если буду работать, я ему дам даже свои деньги, емко. Когда я понял, что они за свою землю воюют, это я узнал, увидел тогда, когда я увидел по телевизору, когда я жил в город Маленька, когда я увидел, что его разрушили окончательно, что у меня все родные переехали в Коми СССР, потому что их заставили оттуда переехать. Больше, где я жил, в том доме, где там заходишь, там виноград, не виноград, там все, его уже нету, там все, там просто руины. Когда мне ногу вот затрусотило, ногу, когда я говорю, что она у меня немевшая, что я не военноспособен, мне делать нечего, они меня насильно просто отправили вот сюда. Я даже не понял, что это такое, вообще зачем отправляют. Просто тупо отправили под минные, под мясо отправили и все. Я даже сам не понял вообще, что вообще происходит. Когда я шел за трехсотым в ту лесопосадку, когда я увидел, сколько там двухсотых лежит, наших, да, лежит, вообще, некоторые даже вот трехсотые там тоже, ну, идти может, но у него голова, я говорю, полежи, сейчас мы обратно пойдем тебя заберем. Ну, мы не дошли, я не знаю, как остальные там, они попрятались, а мне вот, блин, дальше вот прилетело, и меня их просто бросили. Просто я им нафиг не нужен был. Ну, вот ты в курсе, что ребята из Пагнера украинскому военнопленному голову отрезали? Это мне показывали, да, все, вот, когда мне вчера показывали, повидел, вот я первый раз услышал вот это. Ну, вот тебе не отрезали, блядь? Да, мне не отрезали, и со мной поступает нормально. А почему так, как ты думаешь, почему теперь не отрезали? Потому что здесь люди, а у нас там, получается, какие-то звери находятся. Их надо вообще истреблять. Вот этих вот, которые вот эти твари, их надо вообще истреблять. Я вот понять не могу, почему вот так? Для чего? Вот это я не могу до сих пор, вот это вообще въехать. Для чего вот это вот? Вообще, блядь, у меня слов нету. Все, типа, вооружение, как я слышал, находится у Минобороны. Типа, ну, у Ваднера ничего нету. Типа, типа, Минобороны кричат, если сейчас зайдет там, туда-сюда. Мне кажется, это вряд ли. Вряд ли что? Вряд ли им победить. Им это кому? В Минобороне. Кого? Украину? Украину, конечно, им не победить. Почему? Потому что я видел, как арта у вас работает. И как она слаженно работает, и как точно она бьет. Она очень точно бьет. 8 лет подготовки у каждого. Намного лучше подготовка, чем у кого-либо. Подготовка. Так обсуждаете? Да, у вас 8 лет, у вас говорят, подготовки. Все подготовлены. А мы, как пушечное мясо, просто пришли. То, что они хотят, например, если что-то здесь, как говорится, отжать у кого-то что-то. Оказывается, у них не получится ничего. Он не туда зашел. Не к тем людям. Они, вот, если дашь, скажи, Путин, если слышишь меня. Люди здесь, они воюют за свою землю. Они не лезли к вам. Так не лезьте вы к ним. Если вы меня услышали. Тут, блин, вообще, люди спокойные, добрые. Не надо к ним лезть. Не надо к ним лезть. Они за свое. Вот я в данный момент, вот я, да, вот это, например, город Маленька. Его разрушили. Я туда приезжал. Там жена у меня оттуда. Жена, дочка. Там бабушка, тетка. Там сватья. Вот сейчас я не могу туда приехать, потому что этого города нету. Просто тупо нету. Хотя я туда приезжал, отдыхал, вино пил. Заходил в каждый дом. Везде госприимно меня встречали. А сейчас я уже приехать не могу. А ради, из-за чего? Только ради вот. Что вы из этой войны чертовы? Что там уже некуда приехать. Просто руины стоят. Куда ехать? Куда? Зачем? Зачем они это сделали? Вот это я понять не могу. Зачем? Вот эти вот разрушения. Для чего? Легче им станет вот эти груды кирпичей? Да не станет им легче. Он на последствиях вообще думает, что там дальше будет. Пускай задумывается. А что если я тебе скажу, что это все происходит, потому что, чтобы уничтожить украинцев, как таких? Чтобы это были не украинцы, а какие-то малороссияне, просто люди, просто жители этой территории, а не украинцы? Не, украинцев он точно не уничтожил, потому что это, как была она, вот эта вот, украинская нация. Она таки будет существовать. Она существовала от века, ну от века к веку. Она и будет существовать. Как бы он бы ни старался, она будет. Ему это никак не избежать. Почему она будет существовать? Потому что люди, потому что сплощенный народ. Украинцы, сплощенный народ. Они как были украинцы, так и не будут украинцы. Их уже, он не, он украинцы, это не россиянин. Даже если даже украинец переехал в Россию, он все равно украинец.